Всем привет! Сегодня пятая лекция курса по повышению продуктивности обучения. Сегодня поговорим про запоминание, то есть о том, как же продлить жизнь вашим новым знаниям. Вопросы сегодняшней лекции. Схема забывания и запоминания. Второе, принципы продуктивного повторения. Третье, тестирование и самотестирование. И четвертое, мнемонические приемы. Итак, первая схема запоминания. Многие считают, что схема запоминания это услышал, воспринял, прочитал, равняется запомнил. Но на самом деле это так не работает. В предыдущей лекции мы уже говорили о процессах памяти и о том, что просто воспринять информацию недостаточно. С ней нужно что-то сделать, ее надо осмыслить, ее надо переосмыслить, передумать, подумать, систематизировать, анализировать, создать яркий образ и так далее. То есть просто как-то воспринять информацию, этого абсолютно недостаточно. Но если вы проделали весь этот путь, вы получили информацию, вы с ней поработали, вы постарались ее запомнить. Что же происходит далее? Далее мы в любом случае, к сожалению, ее забываем. Но что же такое забывание? Забывание – это не просто утрата информации. По сути, вы не теряете ее, но та нейронная цепочка, которая за нее отвечает, она угасает, и мозг не может ее найти. То есть он теряет путь к ней, к этой нейронной цепочке, и вам кажется, что вы забыли информацию. Так что, чтобы обеспечить долгосрочной перспективе надежность тех знаний, которые вы получили, вам нужно повторение. Но повторение должно идти по определенной схеме, придерживаться определенных принципов, чтобы оно давало вам максимальную пользу. Еще в 1885 году Германа Бенгаус вывел кривую забывание. Выяснил, что в течение часа забывается около 60% полученной информации. Через 10 часов в вашей голове останется всего 35% информации, а за 6 дней в вашей голове останется всего 20%. Как бы вы старательно не втрамбовывали в один день информацию, она в любом случае забудется. Но если посмотреть на эту кривую забывания, немножко иначе. То есть, если поймать наш мозг на моменте забывания, повторить информацию, то ее заполнится больше, потому что у вас уже будет 35%. Вы еще добавите 35%, потому что вы восполните на 100%, но потом все равно забудете. То есть, у вас уже будет 60-70% информации. Далее вы еще повторите, потом еще. И тогда вы соберете весь этот пазл нужной вам информации путем повторений. Потому что забывание – это естественный процесс. против него ничего вы не сделаете. Единственное, чтобы обеспечить целостность ваших воспоминаний, их надо повторять, когда вы уже немножко подзабыли. Вы каждый раз будете немножко забывать, вспоминать, повторять. Потом еще меньше и меньше и меньше будете забывать. Потому что, во-первых, когда вы повторяете и ловите свой организм на моменте забывания, вы, когда повторно повторяете, вы, во-первых, запоминаете больше, во-вторых, вы отдаляете вот этот промежуток времени, за который забывается информация. То есть, каждый раз она все медленнее и медленнее забывается, все меньше и меньше информации забывается. То есть, после нескольких повторений, правильных повторений, вы можете гарантировать себе 80, а то и 90% знаний, полученной информации. Итак, перейдем ко второму пункту наших лекций – это принципы продуктивного повторения. И первый принцип, с которым я хочу вас познакомить – это припоминание. Это такой сложный ментальный процесс, когда вы вытягиваете из своей памяти те, там, 20, 30, 40% информации, которую вы помните, вы насильно ее оттуда вытягиваете, не обращаясь к первоисточнику. То есть, до того, как открыть конспект или учебник или что-либо, или достать свою карточку, вы стараетесь это припомнить, всю эту информацию. Когда идет обычное повторение, то есть, вы просто открываете конспект или учебник, или что-либо, и просто начинаете, ну, как бы просматривать все это, и вам кажется, что вы, в принципе, все помните. Но перечитывание, перелистывание конспекта – это пассивный процесс, который приводит лишь к тому, что вы узнаете текст. То есть, когда вы не взываете к своей памяти, а просто просматриваете тот текст, тот конспект, который вы либо составляли, либо уже читали, ваш мозг дает сигнал только о том, что это знакомый для него текст. А мы принимаем это за то, что мы помним это. Под эту информацию не сформирована полноценная нейронная цепь. То есть, у вас так и останется эти 20-30%, которые у вас уже были. То есть, вы не пополните свой запас, вы не прервете забывание. Вы просто укрепите вот тот кусочек информации, который вы и так уже помните. Припоминание же запускает сложный процесс в памяти. То есть, вы из долгосрочной памяти вытягиваете информацию в краткосрочную память. Она там начинает обрабатываться. То есть, вы вспоминаете, вы задействуете очень много структур мозга, которые начинают работать. И самое главное в припоминании потом все-таки открыть свой конспект или учебник, или ваш первоисточник и проверить себя. И уже на ту информацию, которая у вас уже есть в рабочей памяти, начинает дополняться той информацией, которую вы подзабыли. То есть, вы вспоминаете, вы себя проверяете, и она дополняется. И вы уже помните, не 20-30%, а может быть уже 60-70%. При следующем припоминании вы уже будете еще налепить каких-то подробностей. Может быть, вы еще что-то изучили. Может, вы немножко больше поняли. То есть, ваше знание уже лучше структурируется, лучше понимается. Вам легче их декларировать. То есть, вам легче их воспроизводить, потому что вы их хорошо понимаете. Вам легко ими оперировать, потому что каждое припоминание дает сигнал мозгу, что это важная информация. Ее нужно держать под рукой. Она вам важна, нужна. И при каждом следующем припоминании вам все легче и легче будет вытаскивать эту информацию, потому что она будет на первом плане. Далее, чтобы припоминание было максимально эффективным. То есть, мы начинаем наслаивать эти принципы. Необходимо использовать принцип интервальности. То есть, вот как я уже говорила, нельзя 20 раз одно и то же повторять в течение одного дня. Вам нужно, чтобы информация немножко забылась, чтобы эта кривая пошла вниз, чтобы вы немножко забыли. И только там, когда внизу она, тогда вы только повторяете. То есть, должен пройти какой-то интервал. И как я уже говорила, каждый раз эта кривая все меньше, все за дольшее время все меньше опускается. То есть, мало того, что должны быть интервалы, но они еще и должны увеличиваться. То есть, когда вы что-то изучаете, вы должны повторить это в тот же день, вечерком. Можно немножко себя освежить то, что вы, к примеру, в течение дня изучали. Потом на следующий день, потом через день, потом через два дня, потом через недельку, потом через месяц, потом через три месяца, а потом можно раз в год об этом вспоминать. То есть, интервалы должны увеличиваться. Но их вы должны регулировать сами. То есть, когда вы понимаете, что вы какую-то информацию уже достаточно хорошо помните. То есть, когда вы, к примеру, флеш-карточку берете, вы уже хорошо, быстро прям отвечаете. Все, вы все помните. Эту информацию как раз-таки нужно увеличить промежуток. То есть, можно через месяц помнить. Если вам очень с трудом что-то дается, очень тяжелое такое припоминание, повторяйте это каждый день, но один раз в день. И последнее, принцип перемеживания. Звучит немножко странно, но его суть в том, что, когда вы изучаете что-то одно, какую-то одну тему, формулу, картинки, то есть, что-то похожее, какие-то типажи, классы и так далее, когда вы их вот изо дня в день, в течение дня постоянно изучаете одно и то же, одно и то же, одно и то же, к сожалению, наш мозг начинает в какой-то момент считать, что это практически одна и та же информация и перестает ее усваивать. То есть, когда он не видит большой разницы между информацией, которая поступает, она начинает как бы слепаться в один непонятный ком. Это приводит к тому, что вы не видите разницы между разными типами, которые очень похожи. Когда вы перемеживаете, ваш мозг начинает работать более активно, потому что информация разная, есть что-то вроде бы общее, но есть что-то разное. Мозг начинает работать, искать вот эти вот закономерности. Потому что, к примеру, если вы изучаете один тип формул по математике или по физике, и вы вот его стараетесь учить и учите, пробуете, пробуете, решаете, решаете, но один тип, то ваш мозг начинает как бы автоматически это делать. То есть, у него перестает активный процесс мозга в этот момент задействуется. Но если вы перемешаете все эти типы задач, то есть, возьмете что-то из предыдущего, что-то из следующей лекции, что-то отсюда, ну, в общем, вы перемешаете, сделаете такую сборную солянку и постараетесь решать, это будет сложнее, это, возможно, даже будет дольше. Но ваш мозг начнет активно работать. Вы сможете отличить одну формулу от другой, потому что вы сможете увидеть эти отличительные черты. То есть, бывает такое, что когда вы учились на этом блоке, потом на вот этом блоке, потом вы еще вот этот блок упражнений учите, а когда, к примеру, на контрольной, они все перемешаны, и это ужас, потому что вы не можете понять, какую формулу куда подставить, какое решение, потому что вы настолько, ну, вот, автоматизировались, вы настолько не можете их различать, понять, какой тип, куда, зачем и почему. Далее, тестирование и самотестирование. Тестирование, сам вид, как бы, обучения и проверки своих знаний содержит практически все эти принципы. То есть, когда вы проходите тестирование, вы припоминаете всю ту информацию, которую изучали, чтобы правильно ответить на вопрос. Вы через какой-то интервал обычно это делаете. Иногда это бывает в конце лекции, иногда это бывает через несколько лекций, в конце года. То есть, это прошел большой интервал, когда вы снова повторили свои знания путем того, что ответили на вопросы. И перемеживание тоже здесь присутствует, потому что вопросы обычно в разброс. Но зачем же нам нужны тестирования? Они запускают наш мозг, они помогают нам систематизировать, уложить наши знания, улучшить их, припомнить что-то. А главное, выявить пробелы в наших знаниях, потому что после тестирования, после хорошего тестирования, в хорошем понимании, обязательно должна быть обратная связь. Вы точно должны знать, что вы знаете, а чего вы не знаете. То есть, когда вы проходите тест, особенно по материалу, который вы уже достаточно давно прошли, оно вам дает четкую картину, что вы забыли, что вы не забыли, что нужно повторить, что нужно подтянуть. То есть, это такая хорошая лакмусовая бумажка для ваших знаний. И для того, чтобы тест работал максимально, он должен соответствовать нескольким, ну, таким не то, что требованиям, но особенно, если вы составляете его сами, то лучше следовать этим правилам для того, чтобы выжать максимум из теста. И первое, что нужно, это нужно, чтобы тест содержал различные вопросы. Мало того, что они по теме должны быть разные. То есть, из разных лекций, из предыдущих, из текущих, из тех, которые вы, возможно, уже вообще забыли. То есть, с прошлого семестра этого же предмета, к примеру, тоже можно включить в тест. И должны быть разные по уровню ответа. То есть, с открытыми, закрытыми ответами, с полными, неполными. То есть, где нужно самостоятельно ответить, где нужно выбрать, где нужно несколько выбрать. То есть, чтобы максимально разнообразить этот весь процесс, чтобы максимально, ну, как бы, не давать себе просто угадывать сидеть, если все вопросы закрыты, все имеют ответы. Нужно всё-таки разнообразить, чтобы вы думали, а что, а как, чтобы вы припомнили. Далее, если вы составляли тест сами, то вам обязательно нужно выжать какое-то время, чтобы вы подзабыли все эти правильные ответы. То есть, чтобы максимум получить из этого теста, вам нужно написать, закрыть, отложить на какое-то время и только потом приступить. И по поводу обратной связи. Она обязательно должна быть. Обратная связь в том плане, что на этот вопрос вы правильно ответили, на этот неправильно, на вот этот правильно и вот этот правильно и так далее. То есть обратная связь обязательно нужна. Тест без обратной связи практически бесполезен, потому что вы не проверяете свои знания. То есть вы вроде бы что-то знали, что-то припомнили, но вы точно не знаете, а что было правильно, а что неправильно, а что вы... Может быть, вы где-то ошиблись, может быть, вы где-то неправильно знаете. То есть бывает такое, что вам казалось, что это вот так вот, вы вроде бы как бы это запомнили вот так, но на самом деле это совершенно не так, и обратная связь тоже должна быть немножко через интервальчик, то есть вы должны тоже немножко подзабыть, а потом получить вот эту обратную связь, тогда она будет иметь максимальный эффект. И последнее, мнемонические приемы. Мнемоника это вообще совокупность способов, которые облегчают нам запоминание. И вся суть мнемонических приемов заключается в том, что вы берете что-то очень знакомое, что-то очень понятное для вас, лично для вас, и прикрепляете к этому что-то абсолютно незнакомое, но что вы хотите запомнить. Самым простым мнемоническим приемом является создание яркого образа. То есть когда поступающая информация к вам поступает в мозг, вы создаете образ. Я уже говорила о том, что образы это язык мозга. Если вы сразу перерабатываете всю входящую информацию в яркий образ, запоминающийся, интересный, объемный, с запахами, звуками и так далее, то есть вы собираете из уже имеющихся каких-то воспоминаний целую картинку новых воспоминаний, то тем же тем вы гарантируете хорошее прочное запоминание информации, и это уже является одним из мнемонических приемов. Но существуют еще и другие мнемонические приемы, к примеру, окростих. Самый простой окростих вы все прекрасно знаете, это каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть это такой небольшой стишок, где первые буквы являются тем, что вам нужно запомнить, является какой-то вот зацепочкой к тому, что вам нужно запомнить. Далее акроним. Его тоже многие знают. Это когда берутся за главные буквы чего-то большого и просто, ну, как это вид аббревиатуры. То есть МВД, МГО, Комсомол, ЦУМ, все что угодно. То есть мы все знаем, что это значит, но это легко достаточно расшифровать по первым буквам акронима. Далее метод созвучия. Легко объяснить на иностранных словах. Когда вы изучаете иностранные слова, их обязательно нужно ассоциировать с созвучными родными словами. То есть если вы не понимаете вообще, как это слово, что это такое, вы никогда его не запомните. А если вы найдете что-то созвучное, возможно, даже или похоже, или вообще противоположное, вы наверняка запомните. Потому что у вас будет что-то знакомое и что-то незнакомое, но понятное и созвучное. То, что вы можете легко, ну, вот по вот этой вот цепочке пройти и запомнить. Далее. Самым сложным мнемоническим приемом является создание дворца памяти. То есть вы берете какое-то окружение, помещение, что угодно, знакомое, большое, с множеством предметов. И начинаете к каждому предмету присоединять какую-то информацию. То есть уже не одно слово, а целый кусок информации. То есть, к примеру, вы готовитесь к экзамену. И когда вы уже выучили все ваши билеты, все ваши понятия и так далее, вы начинаете, вы закрываете глаза. Вы же помните свою комнату, в которой вы занимаетесь. И начинаете каждый предмет, каждому предмету присваивать, к примеру, какой-то билет. И когда после повторения, после практики, это делается не сразу и не быстро, вы закрываете глаза, представляете себе комнату. Вспоминаете, где тот билет, который вам нужен. К примеру, это вешалка. Вы мысленно обращаетесь к вешалке, и ваш мозг быстро подсказывает вам нужный ответ, потому что он был туда прикреплен. И на этом все. Тесты, план лекции, список литературы, все вас ждет внизу. На следующей неделе мы поговорим о чтении, о том, какие принципы нужно использовать для того, чтобы максимально улучшить этот процесс. И увидимся в следующей фоне. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok